Всем привет, дорогие друзья и враги. Была встреча 20 декабря, такая у вас, так называемыми бизнесменами, и всех заинтересовала вот эта вот очень красивая девушка Кузиева Замираза Кержановна. И самый часто встречающийся в вопрос сети интернет, который я увидел, он звучал так, а есть ли у нее онлифанс? И сразу скажу, нету. Равно как и бизнесвумен она не является. В Смилус Медиа распространяется информация, взятая из открытых источников, что, дескать, она является управляющим директором того единый консолидирующий центр. Но это не совсем так. Она там не является каким-то руководителем, она, может быть, является каким-то менеджером в этой компании. За ней нет ни одного юридического лица, то есть она никакой не бизнесвумен по определению. А вот компания эта, как раз-таки ТО, единый консолидирующий центр, принадлежит ее отцу, депутату парламента Республики Казахстан АНК. И вот дочь депутата, которая никто, в принципе, она не бизнесвумен вообще, никто в буквальном смысле, она просто дочь депутата, оказалась на приеме президента как представитель бизнеса, чтобы продвинуть свои чаяния этого бизнеса президенту. По поводу компании Паруслов, ее отца, твой единый консолидирующий центр, это не какая-то там, не знаю, крупная компания. С 2015 года по сей день они заплатили всего-навсего 1 миллиард 465 миллионов тенге налогов. Извините, пожалуйста, тенге. 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 Причем подозрения имеются. У компании то рост 30% налогами, то падение на 30%, то опять рост в 70%. Все это у меня вызывает подозрения. При этом целая куча постоянных штрафов, пений, их там просто сотни, вот так вот по 5 тысяч тенге за штраф и миллионами набежало. Фонд оплаты труда тоже у меня вызывает определенные вопросы, от 10 миллионов он поднялся до 35. Хотя по налоговым отчислениям, ну я не вижу, чтобы там с 2021 года по 2023 что-то особо поменялось. Либо что-то поменялось в каком-то налоговом законодательстве, о чем я не знаю. Либо просто 3 человека себе на зарплату выписали эти самые 25 миллионов в разнице, что скорее всего. Короче говоря, Кузиева за Мираза Киржановна, девушка, конечно, очень красивая и видная, но никакого отношения к бизнесу она не имеет. Она просто дочка депутата, и на этом ее жизненные достижения закончились. Сама же компания, в которой она предположительно числится каким-то там менеджером, никакого там ни стратегического, ни революционного в плане бизнеса ничего не представляет для Казахстана. Обычная рядовая компания, которая делает всякие там клеммы, пломбы. И, конечно, при использовании положения учредителя компании с грубым нарушением закона, получает регулярно государственные заказы. Я насчитал 84 заказа из одного источника, что, конечно же, является нарушением закона. Например, на 59 миллионов 936 тысяч тенге выполнили заказ государственной работы по изготовлению поверительных лейбов клеем пломб. Вот такие у нас в Казахстане бизнесмены, точнее, бизнесвумены. Депутат АНК при использовании своего служебного положения получает просто государственные тендеры, а потом его дочка, которая никакого отношения, никакому бизнесу по определению не имеет. В общем, как и ее отец, в принципе, встречаются с президентом и рассказывают чаяния о бизнесе. Как бы бизнесу, то еще может быть помочь, может это самое государство, которое и так дает государственные заказы в нарушение закона. Ну а потом красивые фотографии про этих людей, пишут Форбс, как они основали успешную компанию по производству пломб, клеем и как это оказалось востребовано на рынке, что про это никто и никогда ничего не слышал, кроме государственного заказчика. Все документы я загрузил в Телеграм-канал, ссылочка в описании. Идите, читайте, проверяйте, может быть интересно, что еще тоже заметите. Всем удачи, друзья, и берегите себя, не забывайте подписываться на частный Телеграм-канал, также VPN по ссылке в описании можете получить, ну и в принципе про донаты тоже не забывайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok